Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, глава Итро. Чем же заслужил медианский священник Итро такую высочайшую честь? Ну, кроме того, что дочка его стала женой Машарабейду. Есть еще, наверное, все-таки другие причины. И хотя Тора впервые упоминает Итро сейчас, из Медрошей мы знаем, что встреча эта была раньше. Здесь написано о том, как каждый человек определяет свою судьбу. Может быть, это не видно в момент определения, но потом это все становится видом. Когда маленький Маша игрался и положил корону фараона на голову, советники сочли это дурным предновинованием и сказали, что его надо убить. И только Итро резко высказался против, он сказал, что надо проверить ребенка. Ему-то поставили перед ним угольки и золото. Это целая история. Он выбрал именно уголечек, и это его спасло. Второй раз, когда обсуждалось, что делать с еврейским народом, фараон собрал такой совет, Белам сказал убить, и в результате был убит. Итро сказал, что он заступился за еврейский народ и был без знания, и его именем названо глава Торы. Йов, который воздержался и решил отсидеться, пережил очень серьезные проблемы в жизни. Книга Йова – это книга страданий. Так человек определяет свою судьбу. Теперь, смотрите, Маше в этом эпизоде, вот когда он маленький еще был, было два года. Значит, Итро был, по крайней мере, ну на 20 лет старше его, он был советником фараона. Следовательно, в период исхода ему было около 100 лет. Сам Маше уже был 80-летним. Именно тогда Итро, потрясенный рассказом Маше о чудесах исхода, решил перейти в иудаизм вместе со своей семьей. Для чего это все рассказывается? Это факт свидетельствует о несравненном величии Итро и учит нас важнейшие вещи, что никогда не поздно открыть для себя правду и круто изменить свою жизнь. Нет сомнения, что Итро был убежден в правильности своего выбора. Пожилой человек, поднявшийся на вершину социальной лестницы, уважаемый, богатый, отказался от удобной, легкой жизни, от служения, которое приносило ему деньги ради правды, которое открылось ему в результате его духовных поисков. Он был готов стать отщепенцем вместе со своей семьей ради обретения веры в реального бога. И поэтому Итро – это первый в истории, то, что называют герцетик, перешедший в иудаизм нееврей, принявший иудаизм по убеждению и прошедший, ну, я не знаю, на жертвы, который готов идти. Есть очень много. Вообще, кто задумается, можем обратить внимание на интереснейший факт. Многие величайшие люди еврейской истории были неевреями, перешедшим иудаизмом. Царь Давид был потомком Георет Руд. Соответственно, Машех будет ее потомком. Раби Акива, благодаря которому мы имеем сегодня на Тору, был потомком Геров. Раби Мейра, заложивший основы Мишны. Это потомок римского императора Нерона, который принял Геюр. Шамай и Автальон, руководители подколения, которые воспитали Гелеля. То же самое. Анкелас, который перевел Тору. Я не знаю, там, пророк Авадия. Вообще, почему писал Хаим Бенетер в своем великолепном труде? Почему вообще, благодаря именно этим людям, есть высочайшие достижения еврейского народа? Он пишет, что душа Адама являлась деревом, которое связаны все души на земле. И поэтому, когда Адам согрешил, его душа как бы разбилась на многие кусочки. И теперь все эти кусочки собираются вместе. И когда проходит Геюр, получается великое поднятие. Рассказывается о Рахав. Сказано ей, там, не было равных мастерстве разврата. И Тро. Сказано, что не было в мире идола, которым он бы не служил. Но Медраж ставит их рядом с Маше в способности восхвалять Творца. Представляете, это вообще, на первый взгляд, может оказаться даже непристойным. Однако, мудрецы именно так и говорят. Наоборот, они показывают нам, насколько человек способен подняться от преисподней духовных вершин. То есть, нам здесь показываются возможности невероятного роста. Надо возвыситься до такой степени с этой ямы, чтобы стать, упоминаться вместе с Маше. Иошуа, который был, кстати, после Маше вторым человеком, он нашел правильным жениться на Рахав. После того, как она прошла Геюр. А как отнесся к этому Всевышний? Он одобрил это решение. После этого, ведь от этого брака произошли восемь пророков Израиля. Я уже не говорил о графе Потоцком, который написано, что уникальный человек, который он прошел через пытки, через смерть. Написано, когда его сжигали на площади, он пел песню царя Давида, как хороша наша судьба и прекрасно наше наследство. Габбала говорит, что три четверти нечистоты ушло с грязных рук, как это называется, в этот момент, когда он таким человеком стал. Кстати, Веленский Гаон, один из величайших мудрецов вообще еврейского народа, попросил, чтобы его похоронили рядом с графом Потоцким. И во время оккупации Вильнюса фашистами они уничтожили еврейское кладбище. Сохранились только две могилы. Это вот графа Потоцкого и Веленского Гаона. Вот так вот Бог управляет этим миром. Брахавы от слоха всего самого-самого лучшего.